Игровой канал Ивана Фолиота представляет Дамы и господа, всем большой привет, меня зовут Иван, вы на канале Фолиота. Сегодня, как и обещал в титрах, в концовке трилогии Mass Effect, я хочу поговорить с вами обо всех концовках, которые там у нас могли быть, их всего 4 по факту, плюс еще пообсуждать вообще целиком полностью сюжет этой игры, этой трилогии. Но этим мы займемся в конце, не в конце, а чуть позже, когда я пообсуждаю с вами, собственно, все вот эти вот творения конечного повествования, если можно так выразиться. Концовки буду показывать вам по порядку, плюс покажу еще ту самую концовку, которую я выбрал в итоге прохождения, я объясню, почему я ее выбрал, объясню вообще, что я обо всем об этом думаю. Вот, как вы все знаете, Mass Effect 3 прославил с тем, что люди просто вылили на разработчиков, на сценаристов ушат помоев с тем, что они недовольны, как это все завершилось. И, в принципе, я отчасти с этим совсем солидарен. Объясню все это дело, конечно же, я... Не сомневайтесь, почему так именно мое такое субъективное мнение коллерирует с их сообщественностью, я имею в виду, конечно же. И, повторюсь, попробуем сейчас по полочкам разобрать. Ну, как по полочкам, естественно, тоже по моему субъективному мнению. И надеюсь, что вы тоже поделитесь своим в комментариях, мне будет интересно почитать ваши теории и догадки. Давайте потихонечку по порядку я по, скажем так, по повествованию конструкта того самого искусственного интеллекта, который начинал все это дело повествовать именно с красной. Красная, синяя, зеленая. И есть еще такая концовочка, как смена цикла. Она самая простая, я ее тоже покажу. И еще, да, напоминаю, что я играл в Director's Cut Mass Effect 3. И там она является дополненной версией этих концовок. Помимо вот этих вот полетов и всяких красных, синих и зеленых лучей через ретрансляторы, нам там добавили небольшую, скажем так, небольшие объяснения того, что в итоге, как бы, по итогам всех этих манипуляций стало с этой галактикой. Вот. В общем, давайте посмотрим сейчас то, о чем говорит конструкт. И детально все это дело, в общем, пообсуждаем. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Продолжение следует... 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 Я живу, и я не один. Ну что ж, таким образом, друзья мои, завершается третья зеленая концовочка, которую я называю демократичная. Ведь я всем название дал, ну, называю я ее так понятно почему, она олицетворяет собой просто-таки самый настоящий хэппи-энд, где счастливы абсолютно все, война закончилась, будущее впереди, органики и синтетики друг друга все понимают, все в согласии. В мире и в процветании, что называется. Но на самом деле такой бред! Честно признаюсь, ну, она, эта концовка для, по-моему, людей, которые вообще даже заморачиваться не хотели. Как вот, знаешь, как попкорн-муви. Такой приходишь в кино посмотреть, там, какой-то вообще ненапряжное такое кинцо, типа, ну вот, концовочка хорошая, вроде все так на восприятие твое оказывает. Вот, давление, влияние, но толком, на самом деле, нихрена ничего не объясняет. И, более того, оставляет столько вопросов вообще неотвеченных. Ну, здесь можно по порядку начинать рассуждать. Во-первых, я опять же таки не понимаю, в случае с синей концовкой, какого хера вообще Шепарду надо помирать? И что в нем такого есть, что с помощью преобразования этого луча горна позволило бы создать ДНК? Которая бы скрестила бы в себе, синтезировала бы в себе органиков и синтетиков. И благодаря этому они бы сразу стали поняли, что какие они дураки, и давайте жить дружно. Получается, вот так у нас постановка вопроса идет. Что в такого в Шепарде есть? При этом при всем ему надо обязательно с собой пожертвовать. И вот эта вот, конечно, фишка с самопожертвованием, она очень весьма и весьма клише популярна у западных производителей, у западных сценаристов. Вот. Но мне вот сейчас почему-то сразу приходит в голову фильм «Армагеддон», старенький, 99-го, по-моему, 98-го года, Майкла Бея, пафосный фильмец, где тоже с самопожертвованием вот этот вот момент обыгрывается в концовке, когда Брюс Уиллис, собственно, даже несмотря на то, что жребий погибать, вытянул не он, а жених его дочери все равно выталкивает его на капсулу и отправляет на корабль, чтобы самостоятельно завершить начатое, взорвать этот метеорит, астероид, и все благополучно, чтобы вся Земля выжила. Спас бы он этим самым миром. Ну, там хотя бы понятно, почему он это делает. Я-то папа, я уже старенький, мне помирать скоро. А если ты лишишься своего женишка, которого ты очень сильно любишь, ну, любовь, это такая вещь странная. Она не подается порою объяснению, вот, но хотя бы человек понимал, что этот ее жених, он ее будущее я, и она его очень любит. Ну, а папой можно и пожертвовать, в конце концов. Я сам раньше думал, лучше бы пожертвовал женишком, найдет себе еще одного. Зато папа был бы жив. Ну, нет, на самом деле, там был гораздо более глубинный смысл. Я думаю, вы сами можете это посмотреть, кто не смотрел, и выводы свои сделать, грубо говоря, руководствуясь, возможно, своим либо опытом, либо, возможно, вам это поможет воспринимать это под каким-то другим углом. Ну, фишка, ладно, здесь не об Армагеддоне, вот я не понимаю, зачем вот это здесь педалируется, самопожертвование постоянное. В случае с красной концовкой он, хотя, конечно, выживает, но, блин, в этих всех других концовках он, Шепард, обязательно должен погибнуть. При этом, при всем, какая нахер его энергия может позволить создать ДНК? Я не понимаю одного. Женицы и так форма жизни органическая, синтетическая. Они же людей перерабатывали, чтобы, зачем они перерабатывали людей, чтобы сочетать в себе правильно органическую и синтетическую форму жизни, и иметь какое-то понимание, да, что нужно делать. Они искали столько циклов выхода. Он и так был нахер уже понятен, этот путь. Во всяком случае, хотя бы конструкту, который, опять же-таки, с превеликим удовольствием решил нахер все послать. Ты можешь нас и убить, ты можешь с нами что угодно сделать, и при этом при всем ни хера ничего не объяснил. Раньше мы рассматривали, но терпели все время неудачу, как он говорит. Теперь вот вы готовы. И на все вопросы Шепарда, а почему и из-за чего, он говорит, теперь вы готовы. Раньше вы были не готовы. Ни хера ничего не объясняется. Собственно, вся вот эта мотивация упускать зеленый луч, который не энергии никакой должен фактически-то просто создавать ДНК, а каким-то вот конкретным инженерным действием. Любой искусственный интеллект на такой стадии развития, как я предполагаю, должен уже на молекулярном нано-уровне изучить всю систему нервно-органической формы жизни. Все импульсы должны были быть и так понятны с точки зрения ощущения органиков, всех чувств, всех вообще, я не знаю, вот их ощущений, там боль, страдания, любовь. Ну там спектр чувств у людей большой, и как бы объяснять, конечно, можно кучу раз, но это уже на такой стадии развития давным-давно должно было понятно. Нервная система, она вот она, весь спектр ощущений, и это я сейчас даже знаю, что весь спектр наших чувств проводником является наша нервная система, которая, собственно, и заставляет наш мозг их испытывать, эти ощущения, правильно? Ведь я, наверное, надеюсь, правильно рассуждаю. Мы всегда действуем на внешний раздражитель. Неужели до такой стадии развития, никто этого не понимал, ни синтетики, а здесь как бы педалируется такая тема, что вот люди такие все стали крутые благодаря нанотехнологиям этим, синтезуэтам, возможностям синтетиков, скорости обработки информации, а синтетики со своей информацией и обработки скоростью, скоростью обработки информации с пониманием органиков, ля-ля-ля-ля, собственно, нашли общий язык, и все, даже вот в финальной кат-сцене, когда все зеленеет вокруг, откуда нахер было понимать женицу или там какому-нибудь хаску, который и так, нахер, кстати, из органика переработан в синтетик, то есть, получается, его обратно вернули, да, то есть, еще более дополнив его, бред силой кобылы. Откуда они понимают, что это вот сейчас идет война, и надо ее прекратить? Почему они отступили? Почему они улетели? Если в первых двух концовках было все понятно, да, в красной концовке уничтожает синтетику, вообще полностью синяя концовка, это Шепард заставляет их улететь, потому что он присутствует, то в данном случае Шепард жертвует собой, чтобы просто создать ДНК, но никаких действий он не предлагает. Почему они должны остановиться воевать между собой, если они сейчас уже воюют? То есть, вот, хопс, зеленые волны нас накрыло, все мы такие стали синтезированы, и значит, сразу нам надо прекратить воевать. Ну, бред же, это же бред! Мне прям хочется сюда вставить из двенадцати гармаша. Ну, вот, при этом, при всем, как бы, эту концовку очень многие выбирают, зеленую, потому что она самая демократичная, она самая счастливая, то есть, все такие сразу стали хорошие, не надо никем жертвовать, только Шепардом одним бедным, который свою жопу урвал, блин, три части, чтобы просто сдохнуть, создав собой, расщепив свою структуру, что это ДНК вообще может он создавать таким лучом. Вы видели, для того, чтобы он туда, ну, чтобы ДНК было создано, ему нужно было прыгнуть в этот луч, который вот был подсередине. Справа мы какой-то клапан уничтожали, слева мы к этому клапану подсоединялись, а посерединке мы прыгаем, и создается новая ДНК, блядь. Там где-то написано вообще, хоть было, хоть, никто же не знал, я уж извините, у меня просто эмоции перелись, просто... Ну, такого бреда я вообще, на самом деле, не ожидал. И даже директор Скат, вот эти вот, он не объясняет ровным счетом ничего. Он больше задает вопросов. Именно вот, ну, я возмущен просто крайне, хотя вот, ну, эта концовка, понятное дело, что все ее обосрали, уже и так понятно давным-давно это было, что обосрутся. Обосрутся, как только начало разваливаться Биовер со всеми своими старыми кадрами, было понятно, что засрут концовку Масс-эффекта. Такая же участь, кстати, была и у братьев, теперь ныне сестер Вачовски, которые делали Матрицу. Матрица была очень сложна для восприятия, и сюжет третьей части призван был настолько на ваш мозг трахнуть, в прямом смысле этого слова, чтобы понять вообще, что происходило, почему так все закрутилось, завертелось. У них столько было крутых идей, реально. Но потом издатели поняли, что, ну, обычный попкорн-муви-зритель это не поймет, и ему проще было посмотреть, как просто они там между собой подрались, все свели к какой-то общей схватке, к драке, и таким агаром понятно все более-менее логично завертелось. Не логично, а просто понятно для среднего обывателя, для массового потребителя. Также, собственно, и здесь свели все это к массовому потребителю, который сидит и смотрит, хочет красивых взрывов ярких, хочет красивый хэппи-энд концовки, который он понимает, понимаете? Ну, это деградация, на мой взгляд. То, что подразумевалось изначально в этой игре, оно должно было в себе некий другой смысл нести. И я думал, как бы вам об этом все говорить, думал, вообще в этом видео это все прибытие, но уже видео больше часа получается, друзья мои, я и так вас, наверное, уже утомил своими рассуждениями, и поэтому думаю, что мне придется еще один видосик выпустить, где я вот именно хочу порассуждать по поводу сюжета масс-эффекта, какой он должен был изначально быть, и какой мы получили на, собственно, у нас финальной его интерпретации в релизе, вот. Ну, по поводу вот этой зеленой концовки, хочу сказать, что она вообще самая бредовая, которая здесь есть. Она не объясняет ровным толком ничего, только показывая нам хэппи-энд. Все, все счастливы, только Шепард сдох, и все. Сдохли еще Мордин, сдох там Легион, сдох еще кто-то там, куча народу. Кайден Оленко. Ну, бредняк, на мой личный взгляд. Я надеюсь, вы понимаете, почему я это бредняком, потому что у меня вот только на одни задаваемые мной вопросы никогда ни у какого бы сценариста бы не хватило бы просто сил бы ответить. Что такое синтез? И каким макаром нахер вообще, каким макаром? Почему о нем знает конструкт, если Горн первый раз ввели в эксплуатацию за столько циклов, и он сам еще сказал, люди, органики намного предусмотрительнее, чем мы думали, они над нас его прятали. Но он откуда-то знает структуру его работы, предлагает нам три варианта, уничтожение, контроль и синтез, собственно, по сути. Он почему-то знает, осведомлен об этом больше, чем Шепард. И почему-то именно энергия Шепарда, энергия, какая-то нахер вообще мифическая энергия, способна изменить цикличность вот этих вот. Ну, согласитесь же, просто бред собачий. Когда, в принципе, в начале нашего пути в масс-эффекте все было достаточно понятно и логично. Вырисовывалась хоть и таинственно, но вырисовывалась картина. Потихонечку вырисовывалась она, конечно, сразу нам не давали всех ответов на наши вопросы, но тем оно было интереснее. Вот почему нравится многим первая часть больше. Как раз таки тем, что вот она задавала вопросы у нас в голове, и мы с нетерпением ждали, что же разработчики изобретут так, чтобы нас удивить. Ни хера ничем и удивили, распустили сраные, блин, руководство BioWare, распустило, блин, людей, которые были ответственны за хорошую развязку. Ладно, не буду я сейчас об этом говорить. Я об этом поговорю, друзья мои, в следующем видосике. Я не хотел, повторюсь, хотел в этом видео все вести, но получилось очень и так долго и длительно. Сейчас я вам поставлю еще одну концовочку, но она вообще и так понятна, то есть там просто продолжатся циклы, ничего она, естественно, собой не объясняет. Вернее, не то, что не объясняет, она ничего хорошего с собой не несет. Просто она есть как выбор, как вариант, и почему бы вам ее не продемонстрировать, если она вообще есть. Я очень вас прошу, поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях, ответьте, возможно, на мои вопросы, которые я задаю разработчикам, может быть, кто-то более. Ну, вот здесь одно, единственное меня, то, что мучает с этим синтезом, это что жнецы и так уже полуорганическая, полусинтетическая форма. Непонятно мне, почему, как мне объяснили в комментариях, кстати, написали, что они в панцире все заряжены, на самом деле, внутри этих панцирей, этих бронированных, они являют собой все расы, которые они, собственно, погубили за все эти множество великое миллионолетное цикло. Ну, это тоже бред, об этом тоже ничего не говорится нигде, и в это, поверите, я, ох, как не склонен. Вот, хотя вот протожнец, который, да, был во второй части, вот, видите, он был металлический, он не был какой-то вот громадиной органической, у него просто жидкости органическую закачивали. Так же было и с протеанами, да, то есть он должен был являть собой визуально именно самую лучшую расу, самую разную, хотя вот в этом цикле самая развитая раса, понятное дело, Азари. Почему именно на человеке сосредоточили это? Я хрен его за... Ну, это нихера никак не объясняется. Ну, Азари явно же намного развитие и намного у них больше тайн, особенно в том монастыре, где у нас Кайлен там нагнут с протеанским этим ВИАем. Очень многое объяснялось, в принципе, что они высшая раса, что они были тогда самые развитые, когда протеан уничтожили, но их оставили. Но почему-то на человеках они решили сосредоточиться и делать главного своего жнеца именно по человеческому подобию. Это бред. Это полнейший бред, друзья мои. Ладно, все, я пока замолкаю, говорю, постараюсь выпустить скоро следующий видосик, где мы с вами порассуждаем именно о сюжете, как я и повторюсь, какой он должен был быть и какой мы получили по итогам. Посмотрите концовку и тыкните большой пальчик, делитесь своими мнениями в комментариях. Очень жду от вас развернутое, желательно развернутое мнение, не просто там типа а вот потому что, почему да потому, а вот именно развернуто, аргументированно объясните, как вы считаете, солидарно вы со мной или возможно у вас какие-то есть другие точки, скажем так, соприкосновения вашего понимания с выданным нам сюжетом. Я на этом с вами прощаюсь. Надеюсь, вам все понравилось. С вами был Фолиот. Смотрите последнюю концовочку. Всем большое пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok